привет друзья сегодня у нас на обзоре вот такая вот аудиокарта ноунеймовская по сути но очень похожа и напоминающая по внешнему виду аудиокарту штайнберг и r22 сделана она в китае стоит совсем небольших денег по сравнению с похожими продуктами распакуем сегодня и и посмотрим как она звучит ну на первый взгляд по первым ощущениям довольно неплохая карта довольно увесистая действительно очень похоже на штайнберг даже крутилки и кнопки прям называется практически одно и то же одинаково ну и по дизайну ну что нам главное теперь надо ее подключить и посмотреть как она пишет как бы все ли в порядке с драйверами воспроизводит ли она звук есть сигнал со стороны наушников есть не connect с облитонным к примеру и есть ли возможность прописать инструмент видень гитары приступим подсоединяем теперь ноутбук так загорелась здесь пока у нас ничего не появилось самом компе со стороны аудиокарты пока только дефолтный дефолтная встроенная аудиокарта так ну подождем некоторое время может быть драйвера сами подтянутся пока посмотрим инструкции что у нас сказано про драйвера connect пк принца раньше юки на финсту асио фоал и вехать спешил ниндс он кажется законектились сами да иначе ничего нам тут никуда переходить не пришлось на винде 10 драйвера обновились сами мы видим появилась опция выбрать вторую звуковую карту которая у нас называется q24 здесь ну видимо китайцы общем назвали наушники hd2 ну в общем чтобы не париться с программкой ну вообще просто тупо назвали как назвали вас чтобы идентифицировать хоть как-то значит теперь посмотрим по звуку вот у нас провода от мониторов смотрим если звук левый правый так тут у нас power по он давайте проверим кнопочки здесь хотя нет пока сейчас не хочу потом то она отключится потом вдруг опять искать и будет в конце так ну посмотрим включаем мониторы посмотрим если звук с карты так 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 ну в общем звук воспроизводит нормально 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 теперь посмотрим видит ли у нас эту аудиокарту какая-нибудь программа на например облитон и есть возможность у нас записывать микрофон через эту аудиокарту так пока грузится наверно посмотрим наушники так вот написано значит что у нас написано аудио дизей полприз чуз аудио аутпут девайс ваших настройках то есть выберите аудиокарту до этого у меня стояла фокус райт соответственно попробуем сейчас настроить красненьким у нас горит что офф посмотрим найти попробуем найти нашу аудиокарту так асио но видимо только вот эту асио for all других вариантов тут нет нету ямаха была раньше точнее не ямаха а штайнберг почему-то мало на ямаха называется так асио 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 так ну допустим допустим асио ну посмотрим что у нас теперь но это звук похоже из этих из компьютера не из еще раз а а вот она походу идет через аудиокарту мм и дары микрофон ну похоже название просто на айдит вам не снялась и странно как будто первый раз такое вижу микрофон ну допустим а а а а а он через карту пошло все все он теперь вот видно через карту идет то есть вот я кручу здесь не могу вот криво конечно видно но в общем вот здесь это запускаю и вот если кручу вот эту штуку получается звук громче меньше меньше так то есть в аблетоне эту карту у нас аблетон не увидел все нормально идет так проверим теперь микрофон есть ли у нас микрофон так значит вот у нас провод для микрофона вошел это бы все нормально сзади мы включаем фантомное питание услышали щелчок вот загорелась кнопочка сигнализирующая о том что фантомное питание включено ну а штайнберг второго поколения такая же по моему насколько у меня была тема что фантомка включалась тоже сзади так значит ну вот переходим к аблетону так надо вспомнить теперь как тут записывать то хоть ну похоже вот щелкаю пальцем сейчас даже микрофон сюда возьму так вот взял студийный микрофон и записывается прям слышно эхо эхо ну давайте запишем эхо 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 так где бы ты ни был и кем бы ты ни был так что у нас происходит хочу вот сюда записать где бы ты ни был эхо 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 так запись произошла но она слишком 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 сейчас гейн попробуем увеличить входящий входящий гейн входящий гейн входящий 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 не щедящий входящий низ умOUGH вал우 кевтика ходящий месяч не щедящий гей день входящий не щедяющий скажу не ищет он не будет почти не будет день ходящий не щедящий не щедящий ходящий так ну в общем то так убавим назад так но суть в том что записывает конечно все норм тут можно тоже надо настраивать все индивидуально так ну суть в том что карточка записывает ну инструментал я тоже думаю гитару тогда запишет осталось проверить только ну микрофонный выход наверно работает не работает да и все так output но слушайте микрофон точнее эти наушники очень хорошо работают слышат выход ну так что эту карту конечно в общем-то учитывая ее цену и функциональность можно смело рекомендовать ну как минимум начинающим звукарям ну или просто тем кто интересуется музыкой принципе все тут весь функционал есть и там ее можно взять вообще не за большие за небольшие деньги аналоги импортных известных брендов будут стоить но как минимум вдвое втрое а то их четыре раза больше так что ребят с вами был магазин музыкальных инструментов оборудования магазин мустав обращайтесь пишите нам на авито мы вам с удовольствием все еще более подробно расскажем покажем проконсультируем и конечно же стараемся дать вам продукт которым вы будете довольны спасибо за просмотр всего вам лучшего пишите песни пока